Очень важное событие для России. Первокурстик медвуза Радис Хабибуллин хочет избирать президента, но не знает, как это сделать. На выборы юноша еще ни разу не ходил. Пока я как бы не знаю, первый раз еще не голосовал. Наверное, прийти и там голосовать. Что нужно делать, чтобы проголосовать, объяснили сегодня представители Татарстанского центра сберкома. В республике на этих президентских выборах ждут 48 тысяч впервые голосующих. Я дальше могу же пройти, да? Уже дипломированный специалист и сотрудник порохового завода Раэль Гайнудинов недавно стал председателем участковой избирательной комиссии. Теперь его ждут выборные занятия. Это как бы не очень сложно, то есть можно осилить главное знание законов, законодательства и работы в команде. В Татарстане на президентских выборах будут работать без малого 3 тысячи участковых комиссий. Появится и 50 временных участков, например, на железнодорожном вокзале Казани и в деревне Универсиады. Это делается, чтобы каждый избиратель смог проголосовать, где бы он ни находился. Избирателю представляется возможность проголосовать по месту фактического нахождения. Для этого мы 31 января начинаем работу наших территориальных избирательных комиссий по пункту приема заявлений. С конца января заявить место своего голосования помогут и в многофункциональных центрах. Также оформить заявку можно в электронном виде через портал Госуслуг. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин